Дорогие мои друзья, дорогие мои подписчики и ученики, приглашаю вас вместе с собой в наше волонтерское движение. Итак, необходимым таким вот и очень важным предметом, очень легким в исполнении и быстрым, что немаловажно, является балаклава. Многие думают, что балаклава это для того, чтобы закрыть лицо и его было не видно. Но балаклава является еще и прекрасным утеплителем. Также, благодаря своей конструкции, она отлично защищает от ветра, она прекрасно защищает шею, она защищает от переохлаждения, ну и также от возможного попадания пыли в дыхательные пути. Уже близится вторая половина осени и зимы, то я предлагаю шить именно теплые балаклавы. Моя теплая балаклава из флиса, 240 плотностью по цветам. Это может быть цвет хаки, это может быть в принципе любой камуфляжный цвет, который легко может слиться с окружающей средой. Эти балаклавы я шью в комплект толстовкам, которые вы уже видели на моих страницах. После того, как вы ее раскроите, у вас получится всего лишь три детали. Итак, задняя часть, она самая длинная, вы не ошибетесь. Верхняя часть та, которая идет к лицу. Вот она, это выточка. И вот эта нижняя часть, вниз полукруг, это нижняя часть в сторону шеи, более вогнутая, та, которая идет к зоне лица. Две передние детали как бы идут нахлест, накладываясь друг на друга. В первую очередь нужно выполнить подгиб глубиной 2 см. И лучше всего выполнить плоскошовную обработку вот этих двух срезов. Если у вас нет плоскошовной машины, то вполне можно использовать двойную иглу с шагом 4-6 мм. При раскрове балаклавы очень важно соблюдать долевую. Я выполнила подгиб на 2 см. И сделала фиксацию двух краев. Я умею выдерживать расстояние, поэтому я не буду выполнять никаких сметок. Если вы только начинаете шить, вы можете выполнить булавочное сметывание по всей ширине. Так как флизма тянется в ширину, а эта зона будет прилегать к области лба, и она должна плотно облегать лицо. Поэтому устанавливаем дифференциал. Ну вот у меня он стоит на 1,3. Трехигольный плоский шов. Опускаем иглу. Уменьшаем давление лапки на ткань. И для начала подкладываем пластину для прохождения трудных мест. Так мы получили вот такой красивый шов. Шов эластичный, и он не растянут гармошкой. Не забудьте увеличить значение дифференциала. Такую же отстрочку выполняем по верхней части. Многие мои студенты, так как у нас все-таки школа по вязанию, часто у меня спрашивают, давайте мы будем вязать балаклавы. Это не с моих слов тоже, да, со слов военных. Вязаные балаклавы нужны только в том случае, если вы будете вязать на машинах 5, 7, 10 класса. Две фонтуры, либо однофонтурная мелкая петля, и внутри флисовая подкладка. На верхних частях мы видим выточку. Выточку закладываем и застрачиваем. У меня длина стежка 4, и ширина стежка 7. Шов прямой, не роликовый. Дифференциал установлен на N. И тут же можем аналогичным образом уложить вторую выточку. Так как возможно, этот головной убор будет носиться длительно, поэтому нам важно, чтобы швы не вызывали дискомфорта. Я предлагаю выполнить отстрочку на плоскошовной машине. Дифференциал устанавливаем на N. Здесь нам ничего не нужно стягивать, иначе вы получите некрасивую макушку. Стыкуем две детали между собой. Таким образом, вот как они будут потом объединяться. И нам нужно развернуть швы в противоположные стороны друг от друга, для того, чтобы потом мы получили красивое смещение швов. На детали, которые у меня в правой руке, я заворачиваю шов вправо, и на детали, которые у меня в левой руке, я заворачиваю шов влево. Снова использую пластины для прохождения трудных мест. Именно поэтому я оверлочные строчки срезала под корень, потому что плоскошовная строчка, она закрепила мой шов. У меня нет необходимости его дополнительно фиксировать. Хочу обратить ваше внимание, что отстрочку я выполнила на полтора сантиметра длиннее моей закрытой выточки. При работе с флисом на любой машине я постоянно держу под рукой пластину для прохождения трудных мест, для того, чтобы избежать зажевывания ткани. Если у вас нет плоскошовной машины, абсолютно не беда. Отстрочку можно выполнить на вашей швейной машине, используя тройной усиленный шов. Шов должен быть эластичным, так как мы работаем с эластичной тканью. И, кроме того, он должен быть крепким. И посмотрите, на противоположной стороне, на изнаночной стороне он должен быть плоским, чтобы не вызывать дискомфорта. Выкладываем затылочную часть, лицевую часть. Выточки совмещаем и выполняем, например, булавочное сметывание. Если вы не уверены в своих способностях, можете выполнить сметывание при помощи иглы и нити. Итак, вначале я приметываю лицевую часть. Кучки нити я не обрезаю, потому что они сейчас просто срежутся. Зеркально выполняем сметывание противоположной стороны. Уложите на ровную поверхность, для того, чтобы вам было понятнее и удобнее. Берем нижнюю часть, совмещаем края и выполняем сметывание, начиная от нижнего края. Нижняя часть укладывается внахлёст и ложится на верхнюю деталь. Поэтому место соединения дополнительно укрепить. Скорее всего, у многих возникнет желание выполнять строчку вот таким образом, повернув лицевую часть на себя. Кажется, что так будет более уверенно. Вы видите то, что делаете. Но мне, честно говоря, больше по душе способ, когда подгибы мы укладываем вниз. Причина очень простая. Так намного удобнее шить. Это правда. Так как здесь у нас есть зона утолщения, поэтому сразу же в руке держим пластину для прохождения трудных мест. Так я вижу, что я подхожу к этому толстому месту. Не доходя до него, опускаю иглы, приподнимаю лапку. Если у вас есть коленный подъемник, прекрасно выполните это при помощи коленного подъемника. Это позволяет оставить обе руки свободными. Поднимите лапку и подложите сзади пластину для прохождения трудных мест. Таким образом, у вас и не застрянут иглы. Строчка пройдет ровно. Уменьшите скорость. И аккуратно пройдите сложный участок. Итак, я все еще не прошла этот сложный участок, поэтому еще раз поднимаю и еще раз подкладываю пластину. Обратите внимание, пластину подкладываю толстой стороной. Не ждем, когда у вас застрянет игла. А вот как только вы увидели, что передняя часть лапки зашла на ваше утолщение, подкладываем пластину и проходим. Аналогичным образом зеркально заканчиваем вторую часть. Вот такой верлочный шов проходит по изнаночной стороне. Вот я не знаю, как вы, я честно не люблю таких соединений. Поэтому мы снова отправляемся к плоскошовной машине. И этот шов мы будем вот так отворачивать и отстрачивать. Удобнее будет, если вы вывернете вашу балаклаву на изнаночную сторону. Разворачиваем шов. И отстрочку я буду делать по краю лапки. Мой шов шириной 7,5 милинг. Я хочу, чтобы мой плоский шов перекрыл и сделал плоским оверлочную отстрочку. Я подхожу к макушке, и вот уже мои большие пальцы нащупали швы. Разворачиваем швы выточек. Лапка зашла на них. Опускаем иглы. Приподнимаем лапку. И подкладываем пластину. Черем мы вот такую красивую изнаночную сторону. Посмотрите, она не только красивая, она не только эстетичная, она еще и эластичная. Кроме того, теперь ничего не будет мешать нашим бойцам побеждать. Все, что остается сделать, это обрезать кончики нити. И снова выполнить подгибку низа на 2 см. Вкладываем боковые швы на 2 см подгиба и закрепляем их вот таким образом. То же самое с противоположной стороны. Я выполню шов на плоскошовной машине. Если у вас ее нет, выполните этот шов при помощи двойной иглы. Заметьте, я не рекомендую вам, например, строчку зигзаг. Все-таки хочется, чтобы было красиво и тепло и снаружи, и внутри. Для этого подгиба можно немножечко увеличить дифференциал. Я установила на 1,3. Посмотрите, насколько красиво и аккуратно все внутри. Мне остается зачистить нити. Нити эти срезать нельзя. Я возьму мелкий петелловитель и заправлю кончики нити вовнутрь шва. Я думаю, что абсолютно каждая женщина, у кого в доме есть швейная машина, а тем более оверлок и швейная машина, а если у вас еще есть распоршивальная машина, вообще шикарная, может совершенно точно спасти кого-то от простуды, согреть в холодную погоду и просто напомнить нашим солдатам о том, что дома их ждут. Субтитры создавал DimaTorzok